Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Традиционно новую рабочую неделю мы начинаем с мужского понедельника на 101.0. Добрый день, вас приветствует ведущая программа Николай Голиков и Владимир Сметалин. Если говорить о том, что будет происходить на нашей волне ровно через час, то мы начнем беседу в 12.05 с руководителем дирекции дорожного хозяйства Андреем Менькиным. Сегодня впервые у нас будет в нашей студии. И также у нас будет в студии руководитель региональной группы общественного контроля за ремонтом дорожного полотна. Это Константин Сенчихин. Мы как раз-таки о ремонте дороги будем говорить. Да, который у нас стартовал. Вот я как раз говорил перед эфиром, что вот эти выходные. Каждое утро просыпался в 5 утра, потому что прямо под окнами ремонтировалась улица Мопра. Я не специалист по дорожному хозяйству, не могу сказать, насколько хорошо. Но народ веселится и ликует, потому что такого-то мне было очень давно. Это все во втором часе. Это одна из наших таких больных и основных обсуждаемых проблем. Как, впрочем, и тема медицины. Об этом я сейчас хочу сказать. Несколько слов, уже ближе подвигаясь к теме нашего первого часа. Но вот сказать, что я буду честен. Прошло несколько недель. Мне позвонила моя однокурсница Юля. И сказала о том, что хотела бы встретиться и поведать некую историю. Мы встретились. Этот рассказ слышали и наши коллеги. И Светлана Занько, и Анна Лапшина. История, надо сказать, невеселая, трагичная. Сегодня вы ее услышите. История полной боли и скорби. Речь пойдет об уходе из жизни человека, самого близкого человека, мамы. Хотя этот уход, наверное, наверняка, я могу сказать, мог состояться намного позже. Если бы... Здесь я ставлю многоточие. И приветствую Юлю в нашей студии. Юля Кузнецова. Здравствуйте. Добрый день. И приветствую юриста Яна Чеботарева. Яна Евгеньевич, добрый день. Добрый день. Да, у вас сегодня такая задача разложить по полочкам. Подойти к этому делу взвешенно. Максимально. С максимальным рассудком. Ну, такая задача непростая. Но все-таки постараемся. Итак, Юля, сегодня мы решили поведать эту историю нашим слушателям. И сразу же переносимся в конец ноября прошлого года. На несколько месяцев назад. Итак. Да. К сожалению, в моей жизни случилось такое несчастье. У меня умерла мама. Вся эта история началась 22 ноября 2016 года. Мама внезапно заболела. Как маму зовут? Маму мою звали Кузнецова Алифтина Михайловна. Она внезапно заболела. То есть просто поднялась температура 38,5 без всяких каких других симптомов никаких не было. Ну, соответственно, на следующий день температура стала еще выше. Она стала уже 39,5. Поэтому я вызвала врача. Ну, потому что понятно, что такая высокая температура может быть как от инфекции, еще какое-то тяжелое заболевание. То есть ничего не затягивалось. Обращение к врачу было практически сразу. Соответственно, пришел врач участковый. Ну, молодая девушка. Даже, по-моему, не участкового врача, а что-то вроде помощника, интерна. Она посмотрела маму, померила температуру давления, сказала, что это вирусная инфекция. Выписала ингаверин, инбуклин. Сказала, принимайте. Если что, звоните, вызывайте. Соответственно, я все это сделала. Выкупила ингаверин. На следующий день температура уже поднялась еще выше 39,7 где-то была. Симптомов других никаких не было. Я, честно сказать, испугалась. Я вызвала скорую помощь. Скорая помощь приехала, врач послушал и сказал, что ему кажется, что он что-то слышит левым легком, что, возможно, это мне, что нужно ехать на рентген в больницу. Скорая сразу же не увезла маму, да? Нет, потому что мама у меня, она просто очень не любила лечиться. Она начала сопротивляться. Я не хочу, да все пройдет. Ну, я ей говорю, ладно, говорю, давай, я тебя свожу в больницу сама. У нас северная больница рядом, мы относимся по адресу к северной больнице. Соответственно, скорая уехала. Ну, видимо, сообщила в больницу, в поликлинику, потому что пришел врач. На следующий день? В этот же день. В этот же девушка пришла очень быстро. Она мне отзвонилась, пришла. Еще раз маму послушала, вызвала сама скорую. И, соответственно, маму уже на скорой отвезли в приемное отделение. Я ее уговорила. Я говорю, давай съездим, вдруг пневмония, это может быть опасно. Если все нормально, вернемся домой. Сколько маме было лет? Маме было... В прошедшем времени, говорим, да? Да, к сожалению, маме было 66 лет. Вот. Ну, соответственно, мы поехали в приемный покой северной больницы. Там ей сделали рентген. Как мне сказали, что было обнаружено очаговое затемнение в верхней левой доле легкого. Что это предварительные диагнозы не ставят пневмония, очаговая пневмония. И предлагают госпитализироваться, поскольку, во-первых, возраст. Они считают, что после 60 лет необходимо лечить пневмонию в стационаре, потому что могут быть осложнения, связанные с разными возрастными изменениями. И также, что очаговая пневмония может быть... Это не обязательно пневмония, это предварительный диагноз. Это может быть и рак, и туберкулез. То есть меня сразу напугали. Возможность онкологического заболевания... Все эти возможные диагнозы уже прозвучали? Да, сразу же. В этот же день заведующее отделение меня, вот честно сказать, она меня уже тогда напугала, сильно напугала. Ну, соответственно, я маме сказала, надо в больницу. Она больше 30 лет до этого в больнице не лежала. То есть я хочу подчеркнуть, что, в принципе, у нее здоровье было достаточно хорошее. И я ее уговорила, говорю, надо, надо. Все-таки врачи, специалисты под присмотром, мало ли что. Уговорила. В общем, все. Она госпитализирована была. Это было 24 ноября 2016 года. Смотри на такую высокую температуру. Она как себя чувствовала? Слабость. 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 Вот никакой симптоматики вообще не появилось. Только слабость это от температуры. Ну, соответственно, когда скорость сделала укол, температура резко упала. И она себя уже чувствовала нормально. Единственное, вот эта слабость после температуры. То есть на момент госпитализации она уже чувствовала себя нормально? Ну да. Единственное, такое состояние, посттемпературное какое-то ощущение слабости. Но я думаю, все его представляют. Все когда-то болеют. А кололи-то что? Литинскую смесь? Яна Евгеньевича, да. Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Что обычно скорая колет, не могу пояснить. Пациент должен интересоваться? Вправе вообще поинтересоваться? Что вы мне вводите? Ну, слушаем дальше. Да. Ну, дальше, в общем-то, в течение 10 дней маму лечили в Северной больнице. Это терапевтический стационар Северной больницы. Ну, как мне пояснил лечащий врач, когда я ходила 28-го к ней ноября, чтобы поговорить, что вообще, как идет лечение, что мама получает антибактериальную противовоспалительную терапию от пневмонии. Также ее дополнительно диагностируют, потому что они не исключают никаких диагнозов, подозревают наличие онкологического процесса. Я спросила на основании чего они это подозревают. То есть анализы, да, какие-то? А тогда был готов только анализ крови. Там она сказала, там есть отклонение в анализе крови. Какое отклонение, не уточнила. И сказала, что, в принципе, это может быть и воспалительный процесс. То есть ничего пока точно не известно. Это уже 4 дня прошло, да? Да. То есть я ее госпитализирую в четверг, это уже был понедельник. Что они сделают? Компьютерную томографию легких, сделают у зебрюшной полости. Но это еще все в понедельник не было сделано. Это было сделано только во вторник. Соответственно, когда все эти анализы были сделаны, они по-прежнему сказали, что они еще диагноз точно не поставили. Что есть и варианты пневмонии, и онкологии. И вообще, что нужно консультация гематолога и брать стернальную пункцию. И, соответственно, это сделали в среду. Анализы были готовы только через неделю после уже смерти мамы. То есть мама состояние ухудшалось. Температура, она скачками шла. Она то понижалась резко, то она снова поднималась. Нарастала слабость. Наверное, интоксикация организма шла, как я сейчас понимаю. То есть я, как человек без медицинского образования, не придала каким-то вот этим симптомам тревожного значения в силу своей некомпетентности в данном вопросе. То есть я думала, что если врачи лечат пневмонию, то они ее вылечат, собственно говоря, она же лечится. Но если, не дай бог, онкология, это, конечно, страшно. Визиты к маме были ежедневными? Да, я ходила практически каждый день. Может, один-два дня пропустила. У меня родственников много, у мамы две сестры. То есть они постоянно ходили. К ней постоянно кто-то ходил. В общем, вот. То есть я как-то вот, ну, понимаю сейчас, что уже зря я не забила тревогу раньше, потому что действительно она слабела. Вот ей становилось хуже. Это прямо было видно. То есть лечение не помогало. В пятницу, это было у нас 2 декабря, ее еще возили в тубдиспансер, потому что врачи считали, что это все-таки может быть туберкулез. Ее возили на консультацию к фтизиатру. Ну, соответственно, фтизиатр, конечно же, дал разъяснение, что никакого туберкулеза нет. А там что с ней делали? Какую-то мокроту пытались взять. Что-то вот я точно даже не знаю, что там в тезиатре обычно делают. Но я, в принципе, сразу говорила, что никаких там социальными элементами у меня мама не общалась. И туберкулез маловероятен. Хотя я понимаю, что он бывает, может быть, в каких-то еще случаях. Больше меня всего пугала возможность онкологического диагноза. Потому что, в принципе, ну, все, я думаю, все этого боятся. Соответственно, вот в пятницу ее свозили в фтизиатру, ей сделали рентген. Еще забыла сказать про компьютерную томографию. Которую в среду делали. Да, она показала наличие воспалительного процесса уже в двух легких. Притом обширного воспалительного процесса с многочисленными вот этими вот воспалительными участками. То есть оттягов уже больше стало? Их стало очень много. То есть пневмония с пневмонией средней тяжести переросла в тяжелую пневмонию. Это уже через неделю лечения. Это уже выяснилось, к сожалению, уже после, собственно, факта смерти. Нет, это выяснилось при компьютерной томографии. Сразу же? Ну вот, которая была сделана в среду, да. То есть там написано обильные эти вот изменения воспалительные участки. То есть она вот за неделю, эта пневмония разрослась из средней тяжести в тяжелую пневмонию уже у них в больнице при наличии лечения. Соответственно, вот в пятницу я сделала рентген. Я к ней была. Она сказала, что как бы, я говорю, ну как вообще состояние? Ну как-то там не очень, как она мне сказала. Плохо она себя чувствовала. Я думаю... Состояние ухудшалось, да, несмотря на что? Да, состояние ухудшалось. Вот и нарастала слабость. И она говорила, что где-то при глубоком вздохе есть боли где-то вот в левой части груди. Ну это если сильно вдыхать. А так никаких симптомов у нее респираторных не было. То есть ни кашля, ничего вот такого вот не было. Хотя во сне, вот мне соседке говорили, она как-то хрипела, не очень хорошо дышала. Соответственно, наступили выходные. Юля, я предлагаю все-таки сейчас сделать небольшую паузу. Тут в выходные это все и случилось, да? Да. Да, перейдем к этому через полминуты буквально. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В мужском понедельнике сегодня, напоминаю, реальная трагичная история, произошедшая в конце прошлого года. У нас в студии Юлия Кузнецова и Яныч Батарев. Яна Евгеньевича хочу сейчас попросить все-таки прокомментировать. Да, услышанное состояние человека госпитализированного ухудшается, несмотря на лечение. Что это может значить? Здесь очень много предположений. Честно говоря, у меня вопросов больше, чем, наверное, каких-то ответов. На мой взгляд, основная беда нашей современной медицины, то, что фактически очень тяжело как самому больному, так и его родственникам получить какие-то объективные данные о ходе того лечения, которые пациент в итоге получает. Почему? Это регламентировано чем-то? Ничем это, к сожалению, не регламентировано. Что родственникам информация не выдается полная? Ну, нет у нас, к сожалению, никаких регламентов. У нас врач должен ввести медицинскую документацию. И регулярно возникают вопросы, что даже в случае смерти родственника получить копию медицинских документов для того, чтобы их проанализировать, понять, исследовать, перепроверить действия врачей, бывает весьма затруднительно. Люди ссылаются на что угодно врачи наши. На медицинскую тайну, на невозможность разглашения персональных данных, да вообще на что угодно. И на самом деле в таких ситуациях очень большое значение с точки зрения закона придается как раз верности оформлению тех медицинских манипуляций, которые производились. Поэтому что-то мне подсказывает, что когда пациент умирает в больнице, ну это безусловно ЧП, и в течение ближайших нескольких дней медицинская карта этого пациента сознательно анализируется на предмет возможных упущений. Может быть, может быть, где-то эти упущения восполняются. Задним числом. Ну, еще раз, мы можем только предполагать. Это предположение, я понимаю, да. Подобного рода случаи встречаются очень часто. Мне бы очень не хотелось, чтобы в ситуации с мамой Юли что-то подобное происходило, поэтому только опасаемся. То есть, во всяком случае, на мой взгляд, я сам происхожу из семьи, близкой к медицине, я бы, наверное, все-таки прогнозировал о том, что правильнее было бы с точки зрения лечащих врачей попытаться определить резистентность пациента к тому виду антибиотиков, которые в ходе лечения используются. Да, которые использовались. Более того, ну давайте так, до настоящего момента, кроме того, что это крупноочаговая пневмония двухсторонняя, мы не знаем, собственно говоря, даже, что за заболевание и каким конкретно микробом, какой инфекцией подобного рода заболевание было вызвано. Даже, насколько, опять же, я представляю, по результатам патологоанатомического исследования подобного рода вопрос не изучался же. Что это такое? Это золотистый стафилококк, который совершенно чудно убивается обыкновенными пенициллинами, либо это что-то другое, что требует более специфического антибактериального лечения. В общем, вопросов масса. У нас, безусловно, есть некоторые протоколы введения тех или иных больных, инструкции, регламенты, но далеко не все медицинские операции строго регламентированы. Соответственно, все-таки простор для творчества у врачей есть. И, безусловно, первый вопрос – это вопрос диагностики. На мой взгляд, чем больше я лично погружаюсь в эту проблему, а я с Юлей общаюсь достаточно давно уже, тем больше вопросов у меня возникает именно с этой точки зрения. Вроде ввозили человека на консультацию к узким специалистам, вроде бы насначали какие-то исследования. почему, например, меняли ли антибиотики, если меняли, то с какого на какое, почему именно такой выбор был сделан. То есть здесь, опять же, на мой взгляд, есть где вопросы позадавать. И, безусловно, вот в настоящий момент мы получили, наконец-то, доступ к медицинской документации. Мы будем пытаться понять, как это происходило и дальше. Безусловно, мы считаем, что некоторые недочеты с точки зрения правильности выбранной тактики лечения имели место быть. Так, еще раз напомню, женщина, 66 лет, Левтина Михайловна. Итак, Юля, мы уже подходим к событиям, к выходным, первым выходным декабря, 3-4 декабря. Что происходило дальше? Да, ну так получилось, что 3-го декабря я не была у мамы, у меня были тетки, и я там навещали обе. Они ее навещали, да? Да, днем одна тетя навещала, вечером была другая тетя. В принципе, я созванивался с тетями и с мамой, более-менее она себя чувствовала, хотя температура была все равно повышенная. Я пришла в воскресенье, соответственно, в воскресенье вечером, я обычно приходила вечером, где-то примерно было 6 часов вечера. Это было у нас 4 декабря. Ну, то, что я увидела, честно, меня напугало. Я ничего в жизни, вообще-то страшнее, наверное, не видела. То есть маме, я просто на нее посмотрела, я увидела, что ей совсем плохо. Она лежит, она с трудом смогла присесть на кровати. Она дышала, чувствовала, что ей очень плохо, ей тяжело дышится. То есть я без своего медобразования, я поняла, что вот если я сейчас просто уйду, то я ее больше живо не увижу. То может случиться непоправимое, да? Да, я это вот просто увидела, то есть, ну, я была в ужасе. Я ее спросила, что вообще такое, что врачи говорят. Она сказала, ну, врач приходил, но ничего не сказал. То есть, соответственно, если это был выходной, то это был дежурный врач. А прием препаратов продолжался? Да, ей капельницы ставили, таблетки давали, ну, как вот это все точно делалось, я, конечно, не знаю всех подробностей. Я пошла искать персонал медицинский. Я была очень, конечно... В Северной больнице, напомню. Напугана. Я вышла в коридор, подошла к одному посту, у меня от сестры к другому, там никого не было. Я пошла в процедурную, там тоже никого не было. Честно, меня паника начала охватывать. Я спросила пациента, который ходил просто по коридору, гулял, я говорю, а где вообще здесь какой-то медицинский персонал? Он на меня посмотрел, говорит, да никого нет. Я говорю, ну как никого нет, это же больница. Он сказал, ну вот там вот в комнате, кивнул мне на какую-то комнату, я даже не знаю, что там за табличка была, ну, скорее всего, какая-то комната отдыха. Вот там, говорит, может быть, кто-то есть. Я зашла, там сидели медсестры, человек пять-шесть, все сидели, беседовали о чем-то. Я, наверное, с дикими глазами зашла. Я говорю, а что, говорю, вообще с Кузнецовой? На что мне последовал ответ, а вы придите в понедельник, завтра с утра поговорите с лечащим врачом. Я говорю, вы не видите, что ей совсем плохо? Ну, как сказала она везде, ну да, она вот у нас стала тяжеленькая. Ну, вы сходите, поищите дежурного. Спокойно, так сказать. В отделение, хотя я, собственно, маму туда отправила в больницу из него. Это первый этаж. Я вот так побежала как-то. Вообще была в какое-то неадекватном состоянии. Выбежала в коридор, где меня ждал друг. Он меня немножко успокоил. Говорит, успокойся, иди. Я пошла обратно наверх. То есть, ну, это где-то в течение пяти, может быть, минут десяти. Я так как-то немножко бессмысленно бегала. Поднялась я когда наверх, то в отделении уже был врач. Несколько медсестер. У врача были документы, вот это, как называется, правильная история болезни или что-то, вот все документы, которые записывают на пациента. Они в палате находились непосредственно рядом с мамой, да? Они были в коридоре на посту медсестры. Стояли с этими документами. Я подошла. Я говорю, а что вообще, что с ней? Видите, что ей совсем плохо. Мне сказали, ну, давайте мы ее переведем в реанимацию. Соответственно, ну, переведем, хорошо переведем. То есть, вот именно вот так вот давайте мы ее... Ну, вот давайте мы ее переведем в реанимацию. Или не твердо. Ну, твердо же можно сказать. Мы ее переводим в реанимацию. Ну, вот мне как-то, сколько я запомню, сказали, ну, давайте мы ее переведем в реанимацию. Снисходительно. Да. Как-то вот так. Соответственно, через в течение, может, пяти минут поднялась санитарка из реанимации, с креслом-каталкой. Маму я помогла ей сесть. Она была в сознании. И ее в ней реанимацию отправили вниз. Это на первом этаже реанимация находится с приемным отделением. Ну, соответственно, вот это был последний раз, когда я видела свою маму живую. Ну, что было дальше все-таки? Дальше было то, что я ушла домой, потому что, собственно, я не видела, что я еще могу сделать. Там уже я знаю, что в реанимацию не пускают. Там тяжелые пациенты. И мне не хотелось никого беспокоить. Я считала, что я утром узнаю какое-то состояние, поговорю с врачами. Ну, соответственно, утром, около 9 утра мне позвонили из приемного отделения и сказали срочно перезвонить лечащему врачу. Ну, я, в принципе, поняла, зачем меня просят перезвонить. Да, собственно, возникло ощущение того, что... Понятно, в общем-то, почему вас просят срочно перезвонить. Я перезвонила. Лечащий врач мне очень сообщил, интересно, о смерти мамы. Я вот могу протестировать. Я сказала, что ваша мама умерла. Причина смерти неизвестна. Тело на тихой. Уже в морге. В морге. Будет вскрытие. Поезжайте туда за справкой о смерти. Соответственно, ни слова соболезнования, ни сожаления, ничего мне не было сказано. Ни лечащим врачом, ни кем из врачей, ни с кем из администрации Северной больницы мне вообще никто из них не принес даже элементарных соболезнований. Так, давайте немножко осмыслим, да? Все озвучено Юлей. Сделаем небольшую паузу. И уже дальше продолжим по тем событиям, которые уже после факта смерти, по общению, да, с медиками в том числе. Давайте прервемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 5 декабря прошлого года в Северной больнице скончалась Юлия Михайловна Кузнецова, жительница нашего города, 66 лет. И сегодня мы разбираемся, могло ли этого не случиться. По большому счету Юля, дочь Юлия, простите, Алифтина Михайловна, да? Юля, дочь Алифтина Михайловна сегодня у нас в студии и юрист Яныч Батарев. Итак, 5 декабря. Что было дальше? Ну, соответственно, я получила справку о смерти, где была указана причина смерти остро-двухсторонняя субтотальная пневмония. Соответственно, поскольку пневмония у нас является излечимым заболеванием, у меня сразу возникли вопросы, как так получилось, что врачи в больнице за 10 дней не смогли вылечить пневмонию. Ну, это логический, наверное, вопрос. Соответственно, на следующий день я пошла в больницу и попросила выдать мне документы, медицинские все, которые относятся к лечению мамы, чтобы я могла их показать каким-то еще врачам, специалистам, чтобы мне вообще разъяснили, почему произошла такая ситуация. Законное требование, Игорь Евгеньевич? Ну, безусловно. Просто как раз на этом этапе любой врач прекрасно понимает о том, что его действия будут перепроверять. Именно поэтому как-то так получается обычно, что после получения подобного рода требования стараются врачи сами себя перепроверить, исправить те огрехи, которые зачастую бывают, где-то что-то дописать, то, что не было вписано, как-то еще подкрепить свою позицию. Я не берусь утверждать, что так было в данном случае. Это вообще доказуемо? Тяжело, но доказуемо. То есть в любом случае они пытаются выиграть какое-то время? Ну, безусловно, безусловно. Хотя бы для того, чтобы просто перепровериться. Какой ответ был получен, Юля? У меня сказали, что документы мне не выдадут. То есть я могу их получить через суд. Только через суд, да? Или сказали еще через полгода. Ну, честно, я не очень поняла, при чем здесь полгода вообще. Я надеюсь, вот такой срок может быть. Суд, полгода. Лучше всего вообще никогда. Ну, здесь еще раз в голову чужого человека влезть невозможно. Сказали через полгода так же. На следствие что-то вступает через полгода. Так же могли сказать через год, через два. То есть это никак не регламентировано. Это просто взяли вот и сказали, да, через полгода. Заходите через полгода. Ну, мы предполагаем. Родственники имеют право в любом случае получить доступ к медицинской документации. Безусловно, врачи опасаются только одного, что их действия в результате перепроверки какими-то компетентными специалистами могут быть признаны не совсем корректными. Где-то, может быть, было желание, допуская такую возможность, дождаться результатов патологоанатомического вскрытия. И уже по результатам подтверждения того диагноза посмертного, который был выставлен при жизни, где-то, может быть, доработать какую-то документацию. Но еще раз, пока говорить об этом немножко рановато. Я никогда не являлся сторонником теории всеобщего заговора, но, к сожалению, корпоративная солидарность и дух корпоративной солидарности присутствует во многих профессиях. И медицина тому яркое подтверждение. Чуть ранее вы сказали, что вам все-таки удалось некие документы получить. Нам пришлось обращаться в органы правопорядка с заявлениями о возбуждении дел. И уже в ходе рассмотрения наших заявлений, которые сейчас идут в Следственный комитет, в полицию, в прокуратуру, такие документы медицинские были представлены. Мы смогли ознакомиться с этими документами уже там. В настоящий момент мы не скрываем, что мы собираемся делать. Мы в любом случае рассчитываем на получение независимой консультации для нас со стороны компетентных специалистов области медицины. С тем, чтобы они как раз просмотрели эти документы и определили, и сообщили нам, насколько им, медикам, которым мы, безусловно, доверяем, представляется целесообразным тот курс лечения, который был прописан Кузнецовой. И насколько компетентны были кировские специалисты в течение 10 дней, лечившие пациента, в результате такого лечения человек просто умер. То есть не кировские специалисты, да, занимаются этим? Ну, мы будем обращаться либо в Питер, либо в Москву. В частности, мы с Юлией обсуждали вопросы обращения в 118 с ней в Министерство обороны. Ну, это серьезная структура, да, мы знаем, которая приходится участвовать в таких сложных и запутанных делах. Юля, там ведь официально еще, да, проверка была следователем возбуждена. Да. И результаты должны были быть. Они есть? На данный момент у меня отказ в возбуждении уголовного дела, потому что была заказана экспертиза. Соответственно, экспертиза шла три месяца. Уголовные же сроки короткие, там они отказали, но сказали, что снова откроют дело, если придет экспертиза, которая подтвердит наличие причинно-следственных связей, соответственно, между действиями врача и смертью пациента. На данный момент экспертиза готова. Экспертиза была сделана в Кировском бюро судмедэкспертизы. На мой взгляд, она, в общем-то, ничего не показала нового. Можно нас ознакомиться немного с содержанием, о чем-то речь идет? Я просто констатировала факты, что лечение было проведено по стандартам, соответственно, были нарушения медиками в ведении документации, что пациент умер от пневмонии, пневмония была осложнена иммунодефицитом, причина которого не установлена. Причина иммунодефицита не установлена, потому что у мненников не хватило времени провести все исследования. А я напомню, что у них было 10 дней. Соответственно, причину следственных связей между действиями врача и смертью пациента экспертиза не выявила. Но у меня остались вопросы, потому что у меня есть расхождение клинического и патологоанатомического диагноза. Я видела просто эти медицинские документы. В клиническом диагнозе... Мы можем озвучить, это не секрет никакой, да? Стоит очень интересный диагноз, как острый лейкоз, периферийный рак легкого, раковые интоксикации. Эти диагнозы все стоят вместе. Что это за гремучая смесь, простите. Вот я тоже не понимаю, что это такое. Патологоанатомический диагноз стоит пневмония. Смерть от пневмонии, соответственно, основное заболевание, предположительно, вирусной идеологии. Это написано в документах официально. Фоновое состояние гранула цитоз неизвестны, причины его не установлены. Ну и там есть сопутствующие заболевания, стенокардия, кардиосклероз, какие-то сердечные проблемы. Но, соответственно, видимо, это возрастное, потому что при жизни они тоже не были диагностированы, эти сердечные проблемы. То есть у меня, конечно, вопросы, как может такие диагнозы вообще писать. То есть что это за специалисты, которые пишут вместе лейкоз, рак. И потом мне в Минздраве говорят, что это же все были предварительные диагнозы. Напомню, что консультации с онкологом вообще не было. И онкомаркеры все в норме. Вот вы про Минздрав заговорили, когда вам в больнице отказали выдачи документов и куда-то обращались по этому поводу. Да, я написала заявление в Росздравнадзор, я написала заявление в прокуратуру, я написала заявление в больницу непосредственно. Имя главного врача вообще, чтобы мне вообще оценили, а не работу своих работников. Еще отдельно написала заявление, чтобы мне выдали документы. Вот на заявление о выдаче документов мне не ответили вообще. На заявление, ну, на жалобу на качество лечения, на халатность медицинского персонала. Мне ответили, что лечение было проведено качественно. мне в больнице ответить. Пациент умер от пневмонии, осложненная гранулацитозом. То есть это критическое снижение лейкоцитов в крови. То есть они все лечили правильно, но вывод, пациент умер, потому что болел. Соответственно, прокуратура в Минздрав тоже отправляла бумагу, чтобы они провели проверку. Они провели проверку. То же самое, что выявили нарушение введения документации. Лечение проведено по стандартам, а умер, потому что болел. То есть такие же выводы. Аналогичные такие, да, ответы-то друг к другу? Проблема, на самом деле, сейчас мы тихонечко уже приближаемся к основной проблеме нашей медицины, которая заключается в чем? У нас нет в отличие от Европы, в отличие от Соединенных Штатов, от всего остального мира каких-то четких инструкций, четких регламентов, четких протоколов введения больных при наличии того или иного предварительного диагноза. У нас врач, когда знакомится с жалобами, которые предъявляет тот или иной пациент, диагностирует и ведет его сам. Причем он не связан ничем, кроме собственного видения ситуации. Он может... Никакого консилиума, никаких совещаний, передовозных специалистов. Это может быть, но не обязательно. Каких-то стандартов нет, да? Нету стандартов. То есть, да, безусловно, врачи учат о том, что любые диагнозы выставляются на основании клинических анализов. Просто перечень этих клинических анализов не утвержден. Сделали общий анализ крови, увидели повышенное соя. Ну, можно предполагать все, что угодно, начиная от лейкоза, кончая обычной инфекцией. Вот как мы здесь, собственно, и видим. Здесь сразу все написали. Ну, да. На всякий случай все три. Ну, безусловно. Просто в этой части, еще раз, вот я лично не понимаю, какого рода вещь. Ну, давайте так. Значит, не бывает вирусных пневмоний. Пневмония сама по себе, это микробное заболевание, это воспаление. Вирус может способствовать воспалению легкого, но сам по себе он причиной пневмонии являться не может. Соответственно, чем, каким болезинфорным микробом, какой инфекцией была вызвана эта пневмония, насколько правильно были выбраны антибиотики для проведения антимикробной терапии, мне неизвестно и непонятно. Зная о том, что любые клинические учреждения, любая больница оснащена в настоящий момент достаточно современной аппаратурой для исследований, мне абсолютно непонятно, почему простейший анализ не был проведен применительно к выявлению того возбудителя, в результате которого это воспаление, собственно говоря, и развилось. В конце концов, уж давайте так, пункцию могли сделать. Ладно. Еще раз, это вопросы, которые, к сожалению, мы пока не получаем ответ. Нам, мне лично, всегда бывает очень неприятно сталкиваться с стеной молчания. Вот прежде всего, что мы наблюдаем тоже в этом случае. Регулярно. В этом случае. Еще раз, не только в этом, регулярно, в любом случае, при любом вопросе о прогнозе заболевания, о диагнозе, с которым пациенты либо родственники обращаются к лечащим врачам, как правило, мы получаем либо какие-то уклончивые ответы, либо просто не получаем никаких ответов. Чего врачи боятся, вообще непонятно. Нам тоже непонятно, честно говоря. Еще по общению с медиками, Юля, с кем-то пытались встретиться, переговорить? Я встречалась с главным врачом с Северной больницей. Он сказал, приходите, поговорим. он вызвал к себе своего зама, вызвал завотделением терапии. Конечно, я тогда, у меня был второй день после смерти мамы, я была в шоке. Я, честно говоря, на них там кричала и ругалась. Без нецензурных выражений, но с ругательными. Они просто сидели, молчали, в упор на меня смотрели, после чего сказали, пишите заявление, все. Вот все, что я от них услышала. А в коридоре мне еще упрекнули в том, что я как бы себя очень плохо веду. То есть недостойно, я опустилась до оскорблений просто. То есть вы пришли, да, у вас как бы мама умерла, и это не является основанием для того, чтобы как-то эмоции превысить. То, что человек в шоке, у него второй день от смерти самого близкого человека, видимо, врачи это не считают поводом. То есть мне они не сказали вообще ничего, они просто сидели на меня смотрели. То есть на этом я общение с персоналом северной больницы завершила. И извинений, и принесений слов соболезнования, ничего это не было. Вообще никто ничего не сказал. Ну, соответственно, больше я с ними не общалась, потому что я поняла, что это бесполезно. Мне не хватает моих нервов с ними общаться. Я поняла, что с ними мне не о чем просто разговаривать с этими людьми. В настоящий момент мы пытаемся просто понять, мы никого не обвиняем пока, мы пытаемся понять, насколько верно человека лечили, насколько правильно ему оказывали пособие, насколько правильно была выбрана тактика лечения. Если мы с помощью наших специалистов, посторонних специалистов, привлеченных экспертов установим о том, что да, существуют дефекты в оказании медицинской помощи, мы, безусловно, будем настаивать и добиваться возбуждения уголовного дела. Если мы придем к выводу о том, что да, действительно, медицинская помощь была оказана в основном верно, но, безусловно, я думаю, что дисциплинарной ответственности за недостатки и недочеты в ведении медицинской документации для врачей будет достаточно. Нам пора завершать наш разговор и стекло во время первого часа мужского понедельника. Юля еще раз слова с оболезнованием. Спасибо. Процесс этот очень сложный, да, январь, длинный, но мы так понимаем, что уверенность в том, что можно добиться правды присутствует, да, Юля? Да, конечно. Сил, в общем, вам. До свидания. До свидания. Яна Шмидарев, Юля Кузнецова. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв, в том числе сейчас будут новости и вернемся ровно через 20 минут.